Добрый вечер! 1 апреля этого года в гостях программы «Пусть говорят» был человек, читающий чужие мысли, Леор Сушарт. Мировая сенсация. Назовите имя супруга. Человек, который способен прочитать ваши мысли. Это невозможно. Остановить время. 9, 10. Взглядом двигать предметы. Его зовут Леор Сушарт. Вы хотите понять, как я это делаю? Я все покажу. Он объездил весь свет, был на шоу Опра Уинфри и Ларри Кинга. Как звали вашу первую девушку? У вас это никогда не получится. А если я смогу? Ну как ее звали? Голдой. Сегодня мировая знаменитость. Леор Сушарт, читающий мысли, гость программы. После первоапрельского эфира на нашу программу обрушился шквал Тванков. Привет. Как вы? Добрый вечер. Здравствуйте, да? Хорошо. Здравствуйте. Привет всем. Я начал рассказывать, что программа вышла в эфир 1 апреля. И на нашу программу обрушился шквал звонков. Люди спрашивали, что это. Это правда или нет? Или это первоапрельские шутки? Поэтому сегодня мы решили пригласить тебя еще раз, уже не 1 апреля, чтобы все поняли, что все это было всерьез. Ты нам не до шуток. О, это реально. Да, конечно, все очень серьезно. Ну, все пришли посмотреть на тебя и также были в недоумении 1 апреля. Можешь ты что-нибудь... Интересно. Мне с очками очень понравилась история. У него есть очки. У Жени. Жень, может перевернем очки? Хотите экспериментировать? Нет? Начинаете накинуть. Вы с очками работаете? Мы все это сделаем. Но сначала я хочу всех поприветствовать и поблагодарить за то, что они пришли на программу. А помните, 1 апреля... Такой эксперимент я провел. И женщина, девушка, она задумала такую фигуру. Я должен был угадать. Вот и рядом со мной. Как вас зовут? Вера. Авра. Авра. Таня. Таня. Я, к сожалению, не из России. Я надеюсь, что они известны всем, конечно. Жан. Жан. Давайте с вами, с вами, с вами. Раз, два, три. Можем получить бумагу? Сейчас я кое-что принесу. Это как лабораторное оборудование. А где цветные фломастеры? А цветные фломастеры вот. Сейчас рисовать. Урок рисования начинается. Давайте. Очень интересный эксперимент мы сейчас проведем. Один для вас. Один для вас. Один для вас. И вам. Передайте, пожалуйста. Я хочу показать алгоритм того, как мы мыслим, нашего ума. Закройте глаза и слушайте, что я говорю. Когда вы кого-то просите нарисовать какую-то фигуру, обычно рисуют улыбку на лице, что-то вроде этого. Вот к вам трём просьбу. Представьте себе, что вы хотите что-то простое нарисовать. Вот это у вас в уме, в голове. Не меняйте только. Вот задумали и держите в голове. И когда я вам скажу, что вы нарисовали, сейчас откройте глаза. Встаньте, пожалуйста, здесь, если можно. А вы туда, а вы туда. Чтобы никто не видел, что рисует другой. Подвиньтесь чуть-чуть. Вера сядет сейчас здесь и будет рисовать. Не начинайте ничего не делать пока, пожалуйста. Андрей, очень важная вещь. Поскольку я не говорю по-русски. У меня переводчик мне говорит ухо. Не думайте, что мне говорят, что там происходит, понимаете, через ухо. Поэтому я сейчас вынимаю микрофон, и я вообще не понимаю, что вы говорите теперь. Закройте глаза. Закройте глаза. Закройте глаза. У вас есть какое-то изображение, да, в голове? Не говорите ничего. Авраам, у вас есть своя фигура в голове? Авраам, у вас есть своя фигура в голове? Не меняйте. Ничего не меняю. Это сложно, это сложно. Сложно, все сложно, непросто. У вас есть эта фигура в голове? Да, конечно. Если все сработает, Андрей, звезда будет в шоке. Когда я сейчас скажу, пожалуйста, нарисуйте эту фигуру, и груди прижмите, чтобы никто не увидел ее. Хорошо? Пока не пришло время, я тоже кое-что нарисую, а вы, Андрей, можете посмотреть. Это я сейчас сделаю еще до того, как они начнут рисовать. Это наша тайна. Итак, друзья мои, откройте глаза. Не меняйте то, что вы задумали. Сколько возможностей? Миллион. Больше, наверное. Я сейчас попытаюсь докататься. Рисуйте. Да, рисуйте фигуру, и никому не показывайте. Я не смотрю. Никому не показывайте. Закончите ее рисовать, и груди прижмите ее, чтобы никто не видел. Вера, груди. Тебя специально выбрали к этому конкурсу, Вера, понимаешь? Хорошо. Авраам, готов? Груди. Я уже все. Груди. Готов? Груди прижми. Хорошо, что ваша. Так. Скажите Аврааму, пожалуйста, пусть он не спешит, потому что мне платит по часовой. Да, все хорошо. Сейчас, вы поменяли фигуру первоначальную? Нет, нет, не поменяли. Когда я вам подошел, и затронулся до головы, какой-то испытали вы что-то вроде шока такого, да? Возбуждение. Андрей! Да. Андрей, если я догадаюсь, то, что они нарисовали, это будет очень импульсивно. Большое впечатление произойдет на вас. Окей. Авраам, я даже не смогу, наверное, догадаться. Я просто видел, что делал Авраам, как он работал фломастером. Авраам, что вы нарисовали? Покажите нам. Что вы нарисовали? Покажите, покажите. А что вы нарисовали? Андрей, пора показывать. И, кстати, никто не знал же, что другой рисовал. Звезда, что вы нарисовали? Ну, как я люблю талантливых людей. Ну, какие эмоции ты испытывал? Ты сейчас... Открывай, откроем секрет, потому что Авраам, заходя в студию, говорит, ну я... Не-не-не-не-не, не так, я ни в коем случае не хочу оскорблять его, не... Боже упаси. Но, listen, I'm not hesitating about you, you're talented guy. Бог вам помочь. И я рад возможности сегодня быть рядом с вами. Так что... Вы на самом деле выглядите скептикой и скептично. Ну, давайте еще для скептика. Вот в самом начале. В начале ты думала про этот рисунок? Вы задумали вот это и потом поменяли, да? Это любовь. Первый мальчик, которого вы влюбились. Помните первый поцелуй? Мы как раз об этом говорили, да. Не говорите мне, не говорите. Кто-то знает имя этой девушки, девочки? Никто. Она здесь? Это было много-много лет назад. Сейчас проверим. Ты здесь? Ты здесь? Я здесь. А сколько вам было лет, когда вот первый раз вы поцелуй? Десять лет. Было десять лет. И так для уточнения. Вы не говорили мне имя этой девочки. Да, и вот так вот дайте вашу ладонь. Концентрируемся. Пять букв. Я честно вам скажу. Может быть и четыре, может быть и пять. Четыре, может быть пять букв. Трудное имя. Оно не трудное. Но можно и четыре буквы, а можно и пять букв. Скептик. Вот наш скептик. Как это возможно? Пожевать, пожевать. Закройте глаза. Юлия, Юлия. Юлия, 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 Юлия. Она из России? Это вы мне должны сказать, а не я вам. Ну, это русское имя? Нет. Боже мой. Боюсь, что еще два-три часа нам понадобится. Я попытаюсь сделать все возможное. Первую букву. Подумайте о первой буквы. Первая буква. Да, но меня интересует и вторая буква. Ха. Потому что двое ты меня просил, чтобы написать. Ну, окей, один, 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 один. Я пытаюсь, я пытаюсь. Сейчас, сейчас. Для того, что я разные мог буквы разные рисовать, а на самом деле то же самое имя. Сейчас я попытаюсь. Сейчас второе, второе напишите. И так, скажите сейчас имя этой девочки. Хури. Хури. Это только О. Нет. Только ты? Окей. Это трудное имя. А что это за имя? А что это за имя? Она это ливанец. Какая девочка была, ливанка? Восточную девочку целовал в 10 лет. А сколько ей было? 17. Я скажу тебе, почему Авраам скептически немножко относится ко всему. У тебя же уникальный брат. 100%. Уникальный брат Авраам не рассказывал, не знаю, сейчас обидится на меня или нет, но иногда, когда у Авраама что-то происходит важное в жизни, он живет за тысячи километров, он говорит ему, у тебя сейчас будет встреча, человек придет в белом костюме, ни в коем случае не доверяй ему, потому что все, что произойдет дальше. И Авраам сидит и через 10 секунд входит человек в белом костюме к нему навстречу, и брат, находясь за тысячи километров, говорит ему такие вещи. А что же он однажды не послушал своего брата, и была беда? Нет, это после этого случая, то есть после 2007-м все это началось. А, то есть активизировались какие-то внутренние процессы братские? 100%, там разные вещи. Он сам подтвердит, что мой брат отдельная история, мой брат может вылечивать рака, например, с помощью молитв, понимаете? Там он не делает это, а здесь совершенно другая история, то, что он делает, он сам подтвердит. Вот во имя кого вы делаете все то, что вы делаете? Как вы угадываете? Я делаю все по одной причине, чтобы распространять добрую энергию, позитивные мысли, чтобы люди получали радость. Я думаю, это самое изумительное, что мы делаем. Потому что главный девиз, который пропагандирует Леор, думайте позитивно, потому что ваши мысли кто-то может прочитать. Правильно? Абсолютно так. Наша съемочная группа побывала у тебя в гостях, в гостях у твоих родителей, потому что все спрашивали, откуда такие способности. Наш корреспондент Анна Багрова отправилась в Хайфу. Сейчас мы увидим твоих родителей и твоих двух братьев, которые пришли на эту съемку тоже. Внимание. Итак, мы в городе Хайфе. Здесь я родился и вырос. Да сейчас мы идем в дом моих родителей. Они давно на пенсии, мама работала в туризме, занималась круизами, а у отца был строительный бизнес. Когда я в Израиль, я стараюсь навещать их каждую неделю. Для меня это очень важно. Это мой отец Эдди, это моя мать Эстер. Мы называем ее Эдди. Мы всегда знали, что Леор не обычный ребенок, не такой, как все. Любая мать это чувствует. Когда ему было 6 лет, я кормила его обедом, и у меня на глазах у него начала гнуться ложка, которую он ел. Я не могу сказать, что я испугалась или что-то такое. Я просто приняла этот факт, что у моего сына редкий дар. Эти все картины в нашем доме нарисованы моим отцом. Видите? Видите? Часы останавливаются. А папа нарисовал ее еще до того, как я родился, и научился останавливать стрелку часов. Может, он знал, что его сын будет останавливать время. Уже много лет я собираю газеты, в которых пишут про Леора. Я знал об этом, я только не знал, что их так много. Это из Индии, это из Голландии, это старая газета из Лос-Анджелеса. Мы очень гордимся им. Посмотрите это, знаете, что это? Это журнал «Пипл». Когда мне было 28, я был номинирован как самый сексуальный живущих мужчин. Вот я, возраст 28, Леор Сушарт. Кто тут еще? Дэвид Бекхэл, Стив, 59, Антонио Бандерас. Ну, конечно, я был удивлен, обнаружив себя здесь. Было забавно. А это дипломы Леора, которые ему вручали в детских больницах. Он часто выступает для больных детей. Сам я не лечу людей, хотя мне много пишут и просят об этом. Я, честно говоря, не пробовал. Это работа для врача, а я не врач. Вы видели, что я сделал с болтом и гайкой? А теперь представьте, что станет с человеческим мозгом. Только один раз я работал с человеком, и он бросил курить. Но это было только раз, и больше я не хочу. Кроме Леора, родители воспитывали еще двоих сыновей. Леор был самым младшим. Сейчас старшие братья, которым уже 38 и 42, разъехались по разным концам земли и редко прилетают в Израиль. Но сегодня все три сына собрались вместе и раскрывают свои семейные тайны. Мы же выходцы из Восточной Европы. Наш отец родом из Румынии. Есть легенда, что наша прапрабабушка обладала особой силой. К ней в деревню приходили за советами. Она была предсказательницей, наверное. Мы не знаем точно, что это было. Но похоже, что ее дар передается через поколения. Леор всегда был особенным ребенком, уникальным. И он всегда делал такие вещи, которые мы никогда не понимали, хотя пытались. Ему было около 8 лет. Я потерял ключи в доме и не мог их найти. Это вывело меня из себя. Я кричал, где мои ключи, где мои ключи. А он пришел, подумал несколько секунд и нашел их. Я стал спрашивать, как ты нашел их? Я думаю, он и сам не мог себе объяснить, как он сделал это. Это был первый случай, после которого я понял, что у меня уникальный брат. Но и с тех пор он всегда ищет наши потерянные ключи. Он очень помогает. Пока мы снимали Леора, вокруг собралась толпа папарацци. И наша съемочная группа оказалась под прицелом видеокамер. С тех пор, как он стал знаменитым, с ним просто невозможно никуда выйти. Я помню, что когда Леор был подростком, он переживал, что поначалу девушки немного сторонились его из-за таких способностей. Ведь он знает все секреты. Ну а теперь посмотрите. Девушки, вы его знаете? Кто это? Ну это Леор Сушарт. А чем он занимается? Он волшебник. Волшебник? Ну пусть будет волшебник. Бай! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да? Я все это вижу. Потрясающе. АПЛОДИСМЕНТЫ Но вопрос про девушек-то, что после нашей последней встречи ты стал папой. Мы должны тебя поздравить. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, да, да. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А видите, что я практически не сплю в последнее время. АПЛОДИСМЕНТЫ Мальчик, девочка? Интересно, почему? Это мальчик. Мальчик. Как назвали? Ори. О-Р-А-И. Ори. Ори в ибрите означает свет. Моя свет. Ори означает свет. Это мой свет. Ори Сушард. А ты бы хотел, чтобы ему передался твой дар? Хороший вопрос. Я хотел бы. И чтобы он занимался тем, что ему нравится, и чтобы это делало его счастливым. А скажи, ты когда-нибудь слышал про Анатолия Кашпировского? Я слышал, слышал. Очень известный человек в России. Может быть, самый сильный, самый лучший в своей области. Да. В 90-х годах, в конце 80-х, в начале 90-х, наши гости подтвердят, собирались тысячные залы людей. Миллионы. А? По-моему, миллионы. Миллионы залы, чтобы посмотреть на его сеансы. И давайте сейчас покажем тебе фрагмент одного из его выступлений. Внимание. Вообще ни за чем не гоняйтесь. Просто сидите здесь. Будьте безучастны. О чем угодно думайте. Будьте свободны главным образом. Я хочу, чтобы вы лучше восприняли и поняли то, что мне хочется вам сказать, внушить и донести до вас. Прежде всего, не надо стараться излечиться. Не надо стараться вспоминать болезни. Не надо заклинать, чтобы сейчас вашу болезнь назвали, а еще чего доброго у вас. Вы просто сидите здесь. Вы просто о чем-то думаете. Вы просто что-то вспоминаете. И надеетесь. Вы можете даже мыслью на меня ругать. Можете отрицать. Можете объяснять. Как угодно. Но это не может влиять на наши взаимоотношения. А самое главное, не может влиять на процесс, который должен произойти. Анатолий Михайлович видел ту программу 1 апреля. Он был потрясен тем эфиром. И сегодня он в Иркутске, но очень хочет познакомиться с вами. Поэтому он присоединяется с нами с помощью телемоста к разговору. Он видел начало программы, то, что вы сделали с корабликом. Анатолий Михайлович, добрый вечер. А не мело, Анатолий Михайлович. Далеко. Добрый вечер. Но я не знаю, ли вы меня видите. Видим, видим. Как же вас не видеть. Я тоже хочу кое-что сказать. Как ведет себя Леор. Он безумно талантлив. Скромный. И очень хорошо исполняет свои программы. Я восхищен этим вашим умением. И я хочу сказать. Я хочу сказать, что у нас есть общий друг. Ронни Маркус. Он живет тоже в Израиле. Это мой друг. И надеюсь, ваш тоже. Вы его знаете? Да, я знаком с Ронни. Это кто? Он из Иерусалима. Я хочу сказать еще для всех слушателей, что Уилл Гейлер, Линар и Ронни Маркус, члены из Израиля. Вот что интересно. Ну, по крайней мере, Линар, я очень вами восхищаюсь. И я думаю, что вы очень много полезного будете делать уже хотя бы одним своим появлением. И как вы себя ведете. Раскованного. Высочайший интеллигент и великий артист и психолог. Все вместе взятое. Гениальный человек. Анатолий Михайлович, а вы-то как хорошо выглядите? Мы все в студии обсуждаем здесь, глядя на вас. Да, что-то помолодеет. Как вам удается? Да. Самовнушение. Правда? Очень да. Да. Как удается? Вот это. Ну, прежде всего, надо выбирать родителей. Прежде чем родиться, надо выбирать родителей. А потом рождаться. Хорошее предложение. Можно меня добавить? Во-первых, это для меня большая честь услышать то, что вы сказали сейчас. Я думаю, однажды мы с вами пообедаем вместе и будем гнуть ложки, будем говорить о силе ума и о позитивных мыслях и энергии. Я хотел бы сказать вам, что в моей работе присутствует следующее. Сейчас вы будете опиаривать, сейчас вы ищете. Дистанционное проведение операций без ножа и без боли. Например, удаление сразу в 200-300 человек миндалин нёбных. Изменение цвета зубов. А самое главное, изменяйте цвета глаз. Зачем? Мы об этом поговорим, когда встретимся. Конечно. Анатолий Михайлович, спасибо большое. Евгений, вы же как раз работали во взгляде, когда Анатолий Михайлович дистанционно пытался... Да, и вообще говоря, руководитель отдела, то есть формальный наш вождь Анатолий Лосеенко говорит, что это самый большой грех программы за то, что Кашпировского удали всесоюзную арену. Потому что очень много было пострадавших, потому что не у всех хорошо с головой. Хотя очень многим он и помог. Я не знаю, как вы это делаете. А хоть один случай, когда он помог, вы знаете, хоть один. А вы знаете, очень многим женщинам он помогает. Самым лучшим, почему только женщинам? Интересно, почему только женщинам? Ну вот, Леор же тоже предпочитает работать с женщинами, правда, Леор? Вы предпочитаете работать с женщинами, правда? Нет, я работаю с всеми. Нет, нет, нет. Потому что есть такой цель для всех. Нет, нет, нет. Я говорю, что ваш английский... Вы хорошо говорите по-английски. Как у вас, как с английским? Моя английская очень плохая. Очень плохой английский у меня. Я хочу попробовать... Вот, давайте попробуем. Вот, давайте вот что сделаем. Я хочу показать вам кое-что. Поменяйте, поменяйтесь местами. Сейчас мы кое-что... Он чувствует... Теперь вы только с мужчинами, да? Он чувствует скептическое настроение, идущее с этой части стола. Я хочу, чтобы вы все сидели. Вас зовут Евгений. Евгений. Евгений Кюмар. И он Евгений. Будьте внимательны, потому что она работает для КГБ. Я очень хотел... Юлия. Юлия. Окей. Сидьте так прямо. Давайте вот, сядьте так прямо. Очень хорошо. Вы будете смотреть, что я делаю. Дайте мне ваши руки. Концентрируйтесь. Закройте глаза. Не обманывайте. Вы можете открыть ее. Не волнуйтесь. Дайте мне вашу руку. Вы чувствуете? Чувствуете? Окей. Теперь Евгений. Евгений. Я хочу представить Юлию в вашей голове. Представьте себе Юлию. В вашей голове. В вашей голове. Окей. Да, внутри себя. Она голая. Она голая. Обнаженную. Вот я сейчас вам скажу, что я сейчас буду делать. Я прикоснусь к вашему лицу. Только вы не открывайте глаза. Вы почувствуете мое прикосновение. Почувствовали прикосновение, да? Покажите, где было прикосновение. Покажите, где. Вы у вас прекрасно все получаете. Не открывайте глаза. А вот сейчас щекотку почувствовали? Где щекотка? Открывайте глаза. Все смотрят на нас. Помните, я вас прикоснулся к вам к носу и к... Нет. Я касался? Я касался, Евгений? Нет. Как вы это делаете, слушайте? То есть есть, Юлия, связь между людьми, с которыми вы работаете? Юлия, если вы что-то ощущаете странное сегодня, ощутите где-то около полуночи. Это не я, это он, это Евгений. Вот это в течение недели будет все продолжаться. И вы всякий раз, когда Юлия что-то будет ощущать, и вы тоже будете ощущать, Евгений. Неделю. Только прикосновения. Ну, до 12 ночи у нас еще есть время. Сегодня и сейчас короткая реклама. Сразу после этого больше необъяснимых вещей от нашего гостя. Не предпочитайте. Еще раз всем добрый вечер. Леор Сушар, человек, читающий мысли, сегодня в нашей студии. И не 1 апреля. Это был не розыгрыш в программе «Пусть говорят». Евгений Владимирович, ну я вижу по вашим глазам, и Леор тоже мне сказал это во время рекламы, что вы скептически относитесь ко всему, что происходит сегодня здесь в студии. Вы знаете, могу сказать следующую вещь, что безусловно талантливый, потрясающе, удивительный, очень светлый человек. Но у меня все-таки есть большое сомнение в силу того, чем мне приходится заниматься. Я бы все-таки отнес это к уникальным вещам, но в то же время, простите меня, пожалуйста, при огромном уважении к вам. И, наверное, как психолог и психотерапевт я буду, наверное, обращаться и просить вас сделать то, что вы делаете. Потому что, ну, наверное, то количество радости и эмоций, которые вы даете тем людям, их так не хватает зачастую в нашей жизни. Поэтому, наверное, я хочу сказать следующую вещь. Но у меня есть такое понятие, как формат двойного сплошного эксперимента. Я всегда на такие вещи. А я очень прошу, вы можете мне сказать? Просто расскажите. Да, у меня в кармане в левом лежит бумага, там что-то написано. И если вы специалисты и способны читать, вы, наверное, легко можете пройти, во-первых, показать, в каком кармане он мне находится. В этом нет ничего сложного. Ну, и о чем там идет речь? Вы уже сказали, что в левом. А написано по-русски? К сожалению, да. Я взял первую попавшуюся, выходя сюда на студию. Но он не прочитает по-русски. Давайте я на русском скажу по-русски. Есть люди, неважно, те, которые я знаю, мой брат, он может сказать на любом языке, который он не знает. Поэтому то, что у вас в кармане, если он способен, это уже не магия. Do you believe in God? Вы в Бога верите? Я согласен. Почему? Потому что буквально три дня тому назад я видел человека, ученого, который владеет определенного рода вещами. Я не очень люблю магии, там, экстрасенсы и т.д. и т.п. Почему? Потому что на моих глазах человек делал сенсорику. Что значит в нашем языке сенсорик? Он просто взглядом свернул монетку, бумажку, вот, без всякого фокусничества и т.д. и т.п. Это есть, это возможно, но вот как бы для того, чтобы Нинель Кулагин обладал такой способностью. Нинель Кулагина, давайте познакомим Леора с Нинель Кулагиной и покажем действительно легендарную женщину в эпоху СССР. Внимание. Феномен Нинель Кулагиной или феномен К, как его окрестили журналисты, в конце 60-х с большим пристрастием и с привлечением спецслужб изучали в СССР. Мы попытаемся измерить тот магнитный эффект, который Нинель Сергеевна создаст своим усилием. В 1968 году черно-белые фильмы, где уникальная русская одной силой мысли двигала предметы, вызвали настоящую сенсацию. Ученые со всего мира приезжали посмотреть на Нинель Кулагину, которая раскладывала на столе несколько вещей, водила над ними ладонью, и предметы приходили в движение. Свидетелем этих феноменальных способностей стал обозреватель газеты «Московская правда» Лев Ефимович Колодный. Я сидел рядом с ней, из ее рук выпрыскивала какая-то непонятная жидкость. И она на экране выглядела как нить, некое электростатическое вещество. Для усиления производимого эффекта предметы накрывались стеклянным колпаком и все равно двигались под взглядом чудо-женщины. Нина Сергеевна, что вы чувствуете во время перемещения предмета? В основном, конечно, какая-то тяжесть. Способность Кулагиной двигать предметы, не касаясь их, в свое время произвела фурор. Но есть мнение, что это всего лишь ловкость рук. Академик Александров так объясняет этот феномен. Ее много раз разоблачали на том, что она двигает спички с помощью капроновой нити, которая натягивается между руками и почти не видна при плохом освещении. Она двигала спички так же, закладывая в них иголки и воздействуя на них сильными магнитами, которыми снабжал ее муж, инженер. Главный фокус – это раскручивание стрелки. У нее просто где-то ниже пояса спрятан мощный магнит. И она так вот слегка крутит тазом и раскручивает. Но назло скептически настроенным ученым Кулагина продолжает демонстрировать все новые и новые сверхспособности. Каким-то непостижимым образом она удерживает теннисный мячик между ладоней и, стоя спиной, угадывает цифры. 69, 69, пусто, МТ, и 6, and 6. Помимо этих удивительных способностей, Ниналь Кулагина обладала даром исцеления, который тщательно скрывала. Кулагина боялась лечить, потому что она же не была врачом. Поэтому то, что она делала, это все делала тайком. Я привез в Ленинград свою жену и подняла на руках на четвертый этаж. Идти со мной не могла. У нее была астма. После того, как она рукой бесконтактная, как у гвозди, вводила рукой, до следующего дня она уже пришла своими ногами. Это фото сделано после сеанса лечения. И если вы внимательно посмотрите, то увидите на щеке ожог. От труб, наверное, с ревома. Я хотел бы сделать маленький комментарий по поводу того, что выступал Александров. Это, конечно, да. Но если вы понимаете, в КГБ СССР, особенно в 30-х лаборатории, работали достаточно разумные и очень интересные люди. Поэтому, когда первое, что сделали, они начали двигать спичками. Ну, вот то, что говорят про нитку. Наши парни поступили, взяли очень просто. Поставили стеклянный колпак. Вот до этого, там было достаточно большое клоунов, там большое число таких веселых людей, которые вызывали себя за экстрасенс, и они не могли пройти эту вещь. То есть, как только ставили стеклянный колпак или пластиковый колпак, да, нитка вот эта вот, о которой я говорил, где она находилась, по краям этой стеклянной коробки. И двигать она уже не могла. В отличие от Нинель Кулагина, но она была единственная. Вы работали с Массадом. Массад вас приглашал, например. Вы хотите, чтобы я вам ответил? Я хочу Андрею вот что сказать. Евгению, Евгению, простите. Во-первых, мир стоит из людей, которые верят, которые не верят, скептики, не скептики. Может быть, иногда мне удается угадать то, что вы написали, иногда нет. И... Я не хочу всех заставить верить в то, что я все могу делать. Верите, не верите. Я все равно вас всех люблю. Я очень клевый. Я сюда не для того пришел, чтобы доказать, что я самый лучший. Кто-то мне замечательную вещь сказал, что улыбка, она не прямая, как прямая линия, но она все выпрямляет. Посмотрите на лица людей. Я никогда не говорил, что у меня какие-то сверхъестественные способности. Я читаю психологию, занимаюсь движениями телесными и пытаюсь понять какие-то намеки, которые от них происходят. Но Евгений просто не видел ту программу, где ты рассказал всей стране мой пин-код карты моей кредитной, понимаешь, поэтому... А мне не помню за слово. Ну ты обеднил после этого? Я уже в банке твоем был. Хочу сказать два слова. Во-первых, когда талант, это всегда радость. Вы талантливый человек, вы яркий. Это так прекрасно. Это радость. Второе, что я хочу сказать, то, что вы делаете, как вы себя ведете, мы все здесь улыбаемся. Я хорошо помню, помню моих соседей, которые часами сидели у телевизора, когда выступал Кашпировский. После этого одна падла в оморок, другая глотала какое-то дикое количество всевозможных капель. Это было какое-то безумие, чудовищного гипноза, который люди отдавались, даже не понимая, что с ними происходит. Это был гипноз страшный, трагический, и я не хочу даже это вспоминать. А вас я хочу просто поблагодарить. Вы яркий, вы светлый, вы веселый. Спасибо. Ну покажите еще что-нибудь, чтобы мы улыбнулись. Давайте так. Давайте попробуем. Я вам хочу задать вопрос, между прочим. Дайте мне эту штуку. Вот я хочу тихо вас спросить, сколько вам лет, Андрей? 42. 42, да, 42. Вы абсолютно не выглядите на 42. Сейчас я к вам подойду. Я покажу о том, как на шум работает наша психика. Вот между 42 и 100 напишите любое число, но никому не показывайте. Когда закончите, мне скажите. Любое число между битвы? Между 42 и 100. А, 42. Я не слышал. Ну, надеюсь, что не 99. Закончили? Так, еще больше сверните так, чтобы обидно было. Я не смотрю. Возьмите все эти кусочки этой бумажки. Держите, держите. И идите со мной, со мной идите. Идите со мной. С удовольствием. Нет, возьмите с собой бумажки. Боже мой, что ж такое со мной делается? Я так плохо слушаю. Идите сюда. Давайте представим себе. Вот сюда я могу поставить, чтобы все видели. Не показывайте и не говорите мне свои числа. Вот это ваш ум. Похоже, похоже. И вот число, оно вот здесь, как бы, которое вы задумали. У меня будет две попытки определить число, которое вы задумали. Сложно, может быть, четыре. Дайте руку. Руку дайте, руку дайте. Дайте руку. Хай, Хамеш. Восемь попыток. Это все мой мозг? Я хочу. Нет, нет, нет. Один из них будет вашим числом. Через 10 секунд я хочу читать с 10 до 0 всех. Пока я скажу, я скажу, как да. По-русски, да, по-русски. 10. 10, я скажу. Готовы? Я готова. Один, два, три, и пошли. Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один, ноль. Окей. Итак. 11 секунд. 11 секунд ушло. Ваше число должно быть в одном из квадратиков, да? Нету. Нету, я что-то не то сделаю, нету. Нет, подождите, подождите. Нету. Вы нашли свое число в одном из квадратиков? Я понимаю. Вы уверены? Нет. Нет, нет. То есть нет числа, которые вы задумывали? Одно есть похожее, но не оно. Нет, похоже, это нам недостаточно. Может быть, все быстро, быстро я описал все это. Итак, какое вы число задумывали? 51. 51. 51. Окей. 5, 1. 5, 1. Нет, нет, нет. Андрей, сколько у меня ушло? 11 секунд. 7 и 12, 19. 1, 20. И 1, 20. И 31. 51. 2 плюс 30, 32 плюс 8. 4, 1. 11, 51. 2, 40, 51. Сложили третью строчку. 51. 15, 19, 32, 51. Подождите, подождите. Теперь посчитаем вертикальный. 51 вертикальный. Первая колонка. 19, 30, 36, 51. 32, 42. И 9, 91. 32, 36. Дайте мне этот сломастер, да. Спасибо огромное. Спасибо. По диагонали. 14, 44, 51. 39, 51. По углам теперь сложим 51. Вот этот субквадрат. 51. 51. И центральный подклад. Спасибо. Спасибо большое. Браво. Андрей. Андрей, а она сказала, что нету числа. Я так сжала эти бумажки. Ну, кстати. На самом деле, в следующей неделе в лотерее выиграют эти числа. Я не знаю, в какой стране, правда. Так что... Свет, ну... Вы не первый раз, скажем так, на таких торжественных собраниях. Дело... Прекрасное собрание. Я... Мой респект вам. Дело в том, что мне жизнь послала в свое время очень много встреч с людьми. Такими, так скажем, неординарными. Да, потому что, во-первых, Джуна меня вылечила. Джуна привела меня в нормальное состояние после того, что я была на Филиппинах. Я была на сеансе у хилеров. Когда я присутствовала на операции, и вот стол, и я стояла просто вот рядом. Но до этого была такая светская беседа с человеком, которого мы называем хилером. И вот все так замечательно. 20 минут. Потом он оперировал. Было все прекрасно. Он мне сделал комплимент. Какая у вас хорошая энергия. Я приехала в Москву. У меня было озвучание. Я падала в обморок. И все анализы говорили о том, что я здоровая. Я пришла к Джуне. Меня привел к ней Вениамин Смехов. Я просто умирала. Я ничего не могла делать. Я была абсолютно бесила. Первое, она меня увидела и сказала, кто же тебя выпил так? Кто из тебя, кто энергию твою забрал? И она со мной занималась 10 сеансов. И я летала после нее. Она человек совершенно уникальный. Она... Давайте познакомим все-таки Леора и расскажем, кто такая Джуна. Потому что Светлана рассказывает об одной из самых обсуждаемых женщин в 80-е и 90-е годы в России. 30 лет назад в Советском Союзе впервые прозвучало имя целительницы Джуны, которая своими руками может вылечить даже рак. Писали, что пациентами Джуны были Папа Римский, Ант Павел II, кинорежиссер Андрей Тарковский, актеры Джульетта Мазина, Роберт Де Ниро, Владимир Высоцкий и сотни отечественных звезд. Очень часто болеют, у меня бронхи. Господи, я не верю. Если я тебе 7-9-я сделаю, ты уедешь отсюда, цветок, и голод ходит, и бронхи очищу. По слухам, Джуна не раз возвращала Леонида Брежнева буквально с того света. А после того, как ее отстранили от лечения главного лица страны, генчек скончался. Рассказывают, что она поставила на ноги легендарного Аркадия Райкина после тяжелого инсульта. Мне было плохо. Сердце было плохо. Вызвала я скорую помощь, приехала скорая помощь. И в этот момент пришла Джуна. Она пришла случайно. Я говорю, как хорошо, что Джуна здесь присутствует. Она же не дает никаких лекарств. Только руки и больше ничего. Однажды проверять, способна ли Джуна исцелять, взялась целая научная комиссия в институте имени Сербского. Джуна на глазах серьезных ученых творила чудеса. Живой коридор аплодисментов я вышла. И встречали так же, и вышла, потому что сотворила чудо. Долгое время Джуна разрабатывала технологии бессмертия. Позднее создала замену своим уникальным рукам биокорректор Джуны. По ее словам, это изобретение способно излечить абсолютно все и даже омолодить организм. Если я не была бы воином, я переворот науки не сделала. У истоков нанотехнологий стою я. Первые биологические приборы. О Джуне много говорят, как о ясновидящей. Она якобы почувствовала приближение смерти Владимира Высоцкого. Умоляла его воздержаться хотя бы три дня от алкоголя и обязательно прийти к ней. Но актер не сделал этого и через три дня его не стало. Вылететь! Или не вылететь! Вот все вопрос! Есть версия, что Джуна предвидела аварию на Чернобыльской АЭС, предсказала развал СССР. Вот только уберечь своего сына от гибели Джуна не смогла. Когда Вахтангу было всего 26 лет, он попал в автокатастрофу. Сын должен быть рядом с мамой. Ваши первые эксперименты проводил мой сын, она не помогла мне сердцем. Снимает ожоги, снимает воспаление тройничного нерва. Сегодня Джуна редко выходит из дома, но до сих пор слова о ней не затихает. Перечислить регалии Джуны невозможно. Она и царица ассирийского народа, и подсчетный академик 120 Академии мира, и генерал-полковник медицинской службы. Как всего этого достигла простая девочка из глухой Краснодарской деревни? Дело в том, что Джуна утверждает, и абсолютно уверена в том, что каждый человек обладает, ну, это понятно, да, энергией, и что если заниматься по определенной программе, то каждый из нас может, я не говорю там об исцелении каком-то сложном, но на самом каком-то примитивном уровне. Но я вам хочу сказать, я была на сеансе у Мессинга. Вот это тоже было довольно интересно. Это был, по-моему, если я не ошибаюсь, 70-й год. И я наблюдала, как он все это делает. Весь зал в течение нескольких секунд был абсолютно парализован. Давайте посмотрим небольшой фрагмент ретро-видео, как работал на своих выступлениях Вольф Мессинг. Среди присутствовавших на психологических опытах Вольфа Мессинга было немало тех, кто скептически относился к экспериментатору. Вот одно из труднейших заданий – найти ручку, спрятанную в зале в отсутствие Вольфа Мессинга. Не сверхъестественные силы, а глубоко обоснованный научный подход и развитые природные данные позволили Вольфу Мессингу стать феноменом, имя которого знает вся страна. А ты слышал про Мессинга? Конечно, конечно. Очень-очень известный человек. Здесь все-таки другое. Ну, конечно, у вас другой вектор. Вольф Мессинг был великолепным гипнотизером. Это невероятная сила мысли и невероятная сила энергии, когда человек может подчинить себе энергетически как одного человека, так и массу людей. Это именно вот сила энергетическая, сила мысли. Ну, ты можешь показать на Татьяне что-нибудь, что не могут сделать другие? Конечно. Но перед этим мы говорили сейчас об экстрасенсах, о Мессингах. И вот насколько сильна может быть энергия, надо показать. У кого есть со стрелкой часы? Подойдите сюда. Помогите мне здесь. И вот камеру можно сюда приблизить, чтобы... А где вот эта секундная стрелка? У кого есть секундная? Она маленькая просто. Может быть, вот эта вот нам подойдет. Давайте попробуем. Ну, вот это мои, мои, мои часы. Давайте ваши. Я не хочу свои портить часы. О, а что такое? Что сейчас будет? Скорее всего, стрелку будут останавливать. Я хочу, чтобы все, кто сидит за столом, вот возьмите друг друга за руки. Светочка. Да, 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 да. А как по-русски стоп говорить? Стоп. Просто. Когда я скажу сейчас, все скажите стоп. Сейчас смотрите на часы и скажите потом стоп. Один, два, три. Стоп. Посмотрите на часы и, пожалуйста, верьте в то, что вы можете остановить часы. Это не вы делаете. Вернее, не я, а вы делаете. Вот, пожалуйста, все возьмите, вся аудитория, все, кто в студии, возьмите друг друга за руки. Все возьмите. Вся студия берется за руки. И думайте положительно, позитивно, то, что мы можем это сделать. К сожалению, я не могу остановить время. Сейчас реклама на первом канале, но удастся ли нам остановить стрелки часов? Дождитесь несколько минут. Не переключайтесь. Готовы? Сейчас я скажу один, два, три. Все закричат стоп. Смотрите на часы. Готовы? Один, два, три. Стоп. Еще раз. Один, два, три. Стоп. Посмотрите. Мы сделали это. Посмотрите. Один, два, три, три. Поехали. Двигайся. Что? Один, два, три. Двигайся. Вот видите, мои часы понимают ваш язык. Это означает, что я за 10 секунд сделал вас намного моложе. Михаил, а как ваше впечатление от нашего гостя? Видите ли, каждого человека можно научить понимать больше, чем люди обычно понимают. В принципе, вот эти способности может развить у себя почти любой. Ты смотришь на человека, а потом ты смотришь даже на фотографию. И ты понимаешь его характер, и ты понимаешь его судьбу. Вот эти способности, понятно, у разных людей выражены в разной степени. Сейчас мы имеем дело с крайней степенью выражения вот этих способностей, что и замечательно. Я хочу сейчас попытаться что-то нечто более спиритуально-духовное сделать. Сейчас я вас попрошу задумать, представить себе человека, человек, который значим для вас, но которого с нами больше нет. Ничего не говорите. Сейчас я вам дам. Вот это, это, это. Ну, в школе гипноза получится, надо, и все будет хорошо. Я хочу, чтобы вы написали имя этого человека, никому не показывайте. Разорвите потом на маленькие кусочки и сожгите эти кусочки. Я сейчас микрофон, этот наушник выбираю, убираю, никому не показывайте. А может быть у кого-то есть зажигалка? По-английски написать? По-русски напишите, напишите по-русски. Есть зажигалка? Немножко свет сделайте, так сказать, поменьше. Убрать свет чуть-чуть. Супер. Написали это имя? Разорвите. Говорят? Что? Человек? Потому что человек живой или он больше нет с вами, но имя продолжает существовать, жить в нашей душе. Этот человек для вас важен. Помогите мне, пожалуйста. Надо сейчас кусочек за кусочком все это сжечь в этой свече. Я сейчас должен смотреть, конечно. По-английски или по-русски написали? По-русски. По-русски. Я не знаю по-русски. Мы все из праха пришли и возвратимся в праха. Это знают. И когда закончите, мне скажите. Главное, чтобы никто не знал, не видел, что вы написали там. Ну, в общем. Да, сэр. Окей. Все сожгли. Все сожгли. Не все. Но вашество. Здесь кто-то знает имя этого человека, кроме вас? Думаю, что нет. Бог. Бог. Бог знает. Бог. Это мужчина. очень значим для вас. Может быть так, что я знаю этого человека или его имя? Нет. Нет. Владимир. Владимир. Вау. Подождите, подождите. Горячий. Еще горячий. Хороший вкус. Простите. 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 Иногда. Иногда. Имя. Появляется. Что-то видите здесь странное, необычное? Да. Не сейчас может быть. Но Владимир все-таки. Да, Владимир. Да, да, да. О, ой, о, 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 о. Посмотрите, посмотрите. Посмотрите. V, L, V, L. Сейчас, подождите. Лук, ну, �! Посмотрите. Видите? V. В, L, VLA. Это потрясающе, просто. Спасибо большое. Спасибо вам за помощь. Посмотрите. Ну, вот видите, тут хаос я создал, некоторый беспорядок. Может быть, салфетки. Давайте пока мы убираемся, посмотрим еще один небольшой сюжет про Розу Кулешову, удивительную женщину, которая умела читать с закрытыми глазами. Внимание. О Розе Кулешовой заговорили в 70-х годах. Женщина, которая родилась в небольшом уральском селе под Нижним Тагилом и воспитывалась бабушкой, читала, распознавала цвета предметов без помощи физического зрения. Слева у меня, значит, палочка идет. Какая палочка? Вертикальная. Роза участвовала в многочисленных опытах. Женщина читала любые тексты. Причем делала она это не только кистями рук, но и, например, обнаженными локтями и ступнями. Она закрывает глаза, повязка или просто, и начинает ощущать пальцами рук текст. Вот она закрывает глаза, и она говорит, какой предмет лежит, что вот рядом находится. Или вот ей тоже медики закрывают глаза, и она им все рассказывает, что рядом. Но есть и те, кто считал дар Кулешовой просто ловким трюком. Писатель-публицист Олег Павлович Мороз участвовал в эксперименте по проверке сверхспособностей Розы Кулешовой. Вторая серия экспериментов. Мы поставили ей уже не повязку, а фанерный экран. В нем было отверстие. Она должна была ссунуть эту руку. И повторили те же эксперименты, которые с повязкой она делала. Результат фактически нулевой был. Когда человек одевает черную повязку, у него остаются щели между носом и краем глаз. Она подглядывала, и пригласили Элизанисов из цикла Сидна Булёна. Они все это посмотрели и четко сказали, это все наш жанр, жанр иллюзионистов. Сестра Кулешовой рассказывает и о другом даре Розы – умении исцелять. Больше всего нас удивляло, что она стала узнавать, например, у беременной женщины, какой там ребенок, мальчик, девочка. Или у больного человека, она говорит, у вас больна печень, например. У детей часто она опознавала какие-то болезни, хотя никаких у нее способностей именно к медицине никогда не проявлялось. Роза Кулешова умерла рано, ей не было и сорока. Причиной стало кровоизлияние, вызванное опухолью мозга. Есть версия, что феноменальные способности женщины были как-то связаны с нарушением мозговой деятельности. Дар Кулешовой умер вместе с ней. Вот что рассказывает единственная дочь Розы – Ирина Поломарчук, которая живет в селе Покровка в Свердловской области. С одной стороны, это болезнь, но болезнь болезнью дар был, потому что этот дар все-таки передается. Она начала меня учить различать цвета. Я дошла до того, что цифры я различала, но не по цветам. Для меня был белый и черный. Но поняла, что мне от этого плохо. И на этом прикрутила. Для семьи все ее способности – это, в принципе, тяжело. Потому что человека нет постоянно дома. Я росла без мамы. Она побыла день, ее опять нет месяц. Мамы постоянно нет, папа ушел, семьи нет, ничего нет. И вот выбор вот этой жизни – нет. Я выбрала другое. Я выбрала свою семью, своих детей, своего мужа. Но даже десятилетние дети могут повторить то, что делала в 70-е Роза Кулешова. Вы увидите этих детей и еще больше сюрпризов от Леора Сушара сразу после короткой рекламы. ПОДПИСМЕНТЫ Еще раз всем добрый вечер. Человек, читающий мысли. Леор Сушар сегодня в нашей студии. Это не первоапрельское шоу. Я хочу сказать, что в прошлый раз у нас в студии, пусть говорят, ты тоже закрывал глаза, тоже их заклеивал. И сегодня с Урала приехали к нам ребята, которые были под впечатлением от того шоу и которые тоже умеют читать с закрытыми глазами. Давайте познакомимся с ними. Их директор Уральской школы волшебников у нас в студии. Познакомимся с ними. Девочки тоже умеют читать, да, я не ошибаюсь, с закрытыми глазами. Да, мы читаем, умеем. Потрясающе. Да. Хотите познакомиться? Да. Ну давайте, пожмите. Конечно, конечно. Здравствуйте. 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 То есть у вас вот такая, да? Мы используем вот эти вот светонепроницаемые повязки. На английском написано полная темнота, даже когда ваши глаза открыты. Проверь. Попытайтесь. Примерно. Ну это лучше, чем все вот эти скотчем все это заматывать. Ничего? Ничего не видно. Ничего? Ничего не видно. Хотите, может, что-то показать? Нет? Или как вы... Конечно. Давайте. Ты проверил, правильно? Просто вы посмотрите, что одеты плотно. Плотно. Хорошо, девочки смотрим на меня. Они знают, что делать. Они называют цвета. Синий цвет. А можно кто-нибудь другой будет делать? А вдруг они договорились о порядке цветов? Перемешайте. Перемешайте. Сейчас... Синийская публика всегда была такой скептичной. Да, да. Всегда-всегда. Вы правы, вы правы. Все, это достаточно. Окей. Итак, сейчас какой цвет? Синий. 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 Желтый. Молодец. Так, ну давай попробуем с тобой. Вот ты сейчас, какой цвет? Красный. Красный. Какой сейчас? Красный. Ну все, молодцы. Очень, очень хорошо. Может быть, вы можете действительно видеть. Поэтому возьмите это вот так, держите, подержите. Какое здесь число? Пять. 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 Поменяйте эту цифру. Измени цвет. Измени цифру. Пять. Пять. Шесть. Еще снова поменяйте. Два. Два. Еще раз. Три. Сейчас. Вот так встаньте. А вы сделаете так, чтобы я ничего не видел. Выберите любую цифру. Любой цифру. И не говорите мне. Я буду смотреть на вас. Мы выбрали. Мы сделали. Хорошо? Я думаю, что вы начнете с четырех. Правильно. Хорошо? Еще раз. Закройте глаза мне. Хорошо? Хорошо? Итак, было четыре. И, видимо, к единице потом перейдете. Да. Так, подождите еще. Вот там, встаньте. Вот сюда я сейчас перейду. Привет, привет всем. Сокройте мне глаза. Все, закройте, закройте мне глаза. Все. Итак, выбрали цифру? Да. Ну, кстати, иногда повторяют эти цифры. Вы не повторяете эти цифры. Я думаю, что пять сейчас. Правильно. Ну, кстати, именно про этой причине в казино мне запрещен вход. Это правда. В списках тех, кто не имеет права заходить в казино. Андрей, ты знаешь, вот по восприятию зрительской аудитории таких людей, в России зритель воспринимает следующим образом. Я заплатил тысячу рублей. Попробуйте меня удивить. Иностранный зритель воспринимает по-другому. Я заплатил 30 долларов. Я сделаю все, чтобы удивиться. Вот, собственно, и все. Абсолютно верно. Ну, ты удивлена сегодня? Скажи. Да, я очень много интересного и нового увидела. Честно говоря, что мне показалось, некоторые вещи можно как-то объяснить, но некоторые просто выбивают из колеи и не дают предположить хоть какого-либо объяснения. Не знаю. Я хотела удивиться, и я удивилась. Я, кстати, и попросил. Я не хотела. Вообще, человек в семье работает на 10-15% своих возможностей. Значит, где-то у нас скрыты оставшиеся 85%. Мы же можем с ними что-то сделать. Вера, а ты что скажешь? Ты чуть не заплакала, когда Леор прочитал имя, которое заказала Татьяна? Ну, я просто рада подтвердить то, что это есть. Только, пожалуйста, не забичуйте меня потом, потому что я сейчас кое-что скажу. Ну, это не мое мнение, это мое уже давно убеждение, потому что я очень много читаю про эту тему, действительно изучаю уже лет 9. Между двумя полушариями существует вот эта вот маленькая железа, которая называется эпифиз. Я убеждена, что это чип, который нам когда-то вставили, и вот наша цивилизация, она не очень-то такая совершенная, потому что прошлая цивилизация была намного круче. И вот те люди, которые обладают вот этими способностями, у них как атовизм от той самой цивилизации остался. Они просто такие. Они чуть-чуть оттуда взяли. То, что там апокалипсис все смыл, и везде был ледниковый период, ни о чем не говорит. Вот что-то где-то осталось, и ДНК это помнит. То есть, грубо говоря, еще раз, то, что мы все биологические роботы, пожалуйста, не клеймите меня потом, еще раз прошу. Мы биологические роботы. И то, что у тебя здесь эпифиз просто зад, у тебя там намного больше информации, потому что ты ее сам захотел туда, ты как в компьютер ее туда вложил. И поэтому ты круче всех. Мы просто не знаем, как туда вкладывать. А ты знаешь. Где продаются эти флешки? А я в дополнение. Мы воспринимаем, в основном, все мы воспринимаем мир как-то линейно, одномерно. А на самом деле мир многомерен. Вот он нам показал. Нам сегодня это он продемонстрировал. Ну и не зря говорили, что три человека, и сегодня говорили, что из Израиля три человека. Это же не просто так, потому что соль мертвого моря и энергетика стены плача. Вообще земля обитала. Вообще земля обитала. Может быть. Но есть что-нибудь для финала у тебя, что-нибудь такое на десерт сегодня для зрителей? Я хочу... У вас есть друг? Который в покер играет, предположим, или в очко. Блэк Джек. Можете позвонить ему? У меня телефона нет. Может быть дайте телефон? А что попросить у него? Я помню номер телефона. А он ответит вам? Надеюсь. Узнаем, друг ли он вам. Ты громкую связь можешь включить? Наверное. Я попытаюсь. Я кое-что принес с собой, только вы двое увидите. Возможно, что я никому больше не покажу. Я хочу вам показать, что я приготовил. Вы же не знаете, что это такое. Вы тоже не знаете. Окей, вы не знаете. Я просто шевел... Окей, я просто шевел... Вот так вот. Вы объясните несколько минут, что мы делаем. Сейчас потом объясним, что мы делаем. Через несколько минут. Я попытаюсь сейчас повлиять через телефон на вашего друга. чтобы он подумал о том, что я хочу, чтобы он подумал. Он не профессионал, но тем не менее играет в покер. Главное, чтобы он понимал, какая карта где. Алексей Владимирович. Здравствуй, дорогой. Я сейчас нахожусь в студии Первого канала на программе у Андрея Малахова. И здесь мы немножко занимаемся мистикой. И ты игрок в покер, очень хороший, потому что ты меня всегда обыгрываешь, и я практически нищий человек из-за тебя. Это я чувствую твой смешок. Мне нравится. Алло, Леша. Ты на связи? Он испугался, мне кажется. Он боится... Это не я. Это не я. Он боится, что я сейчас отыграюсь. Я хочу задать вам простой вопрос. Его или меня? Его, его. Ему задать. Сейчас я телефон вам принесу. Он, кстати, хорошо говорит по-английски. Только нам переводите чуть-чуть. Вы ему объясните, кто будет хорошо. Леш, сейчас с тобой будет говорить человек на английском языке, кстати, потому что он из Израиля. Алексей, один вопрос. Вы играете же в покер. Представьте себе, что вы сейчас мешаете колоду карт. Хорошо. Где вы сейчас? В Москве на шаблоке. Есть у вас колода карт? Нет. Представьте себе, просто представьте себе, что вы перемешиваете колоду карт. Я хочу, чтобы вы представили, что неожиданно вдруг одна карта раскрылась. Хорошо. Хорошо. Нет, только не туз. Поменяйте, пожалуйста. Не туз. Не надо туза. Только не туз. Туз, конечно, еще раз. Конечно. Я понимаю. So change your mind, please. Да, я понимаю. Поменяйте карту. You have it? Ну, сделали? Yes? Окей. What is the card? Итак, скажите, какая карта? Сказать? Seven hearts. Seven hearts. Seven hearts. You all heard, yes? Yes. Слышали все? Now, Alexey, do you want to change your mind? Алексей, вы хотите поменять? Да или нет? No. You sure? Уверены? Yeah, I'm sure. Уверен, но... One moment. Еще секунду. Андрей, tell everybody, what I showed you before. Скажите всем, что я вам показал. До звонка. Нам с Верой. Леор показал колоду карт, где все карты сверху, но одна карта перевернута внутри колоды. Это было до звонка. Вот до звонка, да? До звонка. Она должна быть здесь. Одна. Одна карта. Выберите эту карту. Которая лежит. Леша, семь червей! Леша, семь червей! Он достал из колоды семь червей! Ты мне должен деньги! Нет, нет, он мне должен. Half you, half me. Половину вам, половину мне. Без проблем. Спасибо, Алексей. Спасибо, Леха. Ты разорен. Слушайте, ну потрясающее шоу. Спасибо тебе огромное. Я надеюсь, что мы не последний раз увиделись и произвели впечатление на всех. И вы улыбнулись сегодня. Думайте субъективно. Спасибо большое. Потому что ваши мысли можно прочесть. Спасибо большое. Большое всем спасибо. Посмотри, сейчас покажет. Это автошоу для тех, кто спешит. Автопати. Спасибо огромное. Автопати. Садитесь сюда. Посмотрите. Это очень твердый. Как зовут вас? Коя. Коя. Гоя. 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 Посмотри. Иногда, если ты кушаешь, может, ты чувствуешь кушать чуть-чуть. Горячее? Иногда, когда ты чувствуешь электричество, как энергия. Иногда какое-то электричество прям идет. Таня тоже сувенир хочет. Встаньте. Встаньте. Я постараюсь, конечно. Сейчас все вилки. Я тоже. Я тоже вилку. Конечно, конечно. Ой, девчонки, как вы ведетесь сразу, а? Мы закончили. Спасибо. Нет, нет, нет. Свободно. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Очень приятно познакомиться. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Это очень сложно после этого длинного шоу. Это моя очередь. Мы сделаем это после шутки. Да, я сделаю это. Я сделаю это позже, позже. Хорошо, хорошо, спасибо. Это очень сложно. Я знаю, я знаю. Позвольте ваши шутки. Больше, чем вы сможете. В целом? В целом? В целом? Да. Видите? Вы получаете деньги. Заработаете, заработаете. Вы просто должны идентифицировать эту монету. Я могу посмотреть. А, вы можете определить, что это за монета. Это русский L. По-русски L. И с другой стороны. В английском, по-русски, как хотите. Потому что вы должны идентифицировать ее в несколько минут. Потому что через несколько минут надо будет ее определить. Узнать. Что это A и L? Русский L. Летер. Л. Русский L. А, русский L. А, русский L. Л. 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 Держите. Крепко. Не двигайтесь. Еще раз. Еще раз. Как будто вы бьете рукой. Раз. Отлично. Состочьтесь. Отлично. Состочьтесь. Очень сложно. Массируйте. Очень. Осторожно. Монетку, чтобы она двигалась у вас в руке. Все происходит. Еще. Остановитесь. Открывайте. Открывайте. Очень медленно. Медленно. Открывайте. Вау! Браво! Я сильный человек! Абсолютно сильный человек! Силач! Силач! Ё! Для вас это подарок. Это подарок для вас. Господи! Невероятно! 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 Ну, мы отлично смотримся! Спасибо! Пожалуйста! Я энергию! Ты видел вообще? Это супер! Это супер! Это супер! Да-да-да-да-да-да-да-да! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров М.Лосева Корректор субтитров М.Лосева Корректор А.Кулаки 북한 Субтитры создавал DimaTorzok